Что сделать, чтобы малыш сохранил привязанность к папе, который часто в командировках? Как укрепить привязанность с родителем, который физически не может часто находиться рядом с ребенком? Например, в случае, когда отец уезжает надолго в командировки, как эти разлуки могут отразиться на формировании привязанности в самом начале жизни? Но ребенку нужен минимум один взрослый, с которым он чувствует себя в безопасности. То есть поддерживать привязанность к папе придется как бы маме. Можно разговаривать по скайпу, попробовать. Но детки часто, особенно которые уже начинают скучать, то есть вот 9, 10, 11-месячные, они могут плохо реагировать на скайп, потому что, ну как это я папу вижу, а типа потрогать не могу. Просто нужно, когда папа приезжает из командировки, нужно понимать, что да, это естественно для ребенка какое-то время, возможно, настороженно к папе относиться, потому что прошел достаточно длинный промежуток времени, в который папы не было. Но постепенно ребенок опять, то есть через маму, поддерживаем привязанность к другому взрослому через взрослого, который находится рядом. Также если, например, у ребенка няня, а мама вынуждена идти на работу, то есть через няню, няня говорит хорошо про маму, ну и опять-таки какие-то вещи, какие-то папины запахи, или какие-то мамины запахи, мамины вещи, фотографии, там возможно скайп, рассматривание картинок, рассматривание видео совместного, помогает вот ребенку не утерять контакт и близость. Далее узнайте, как бесплатно посмотреть этот вебинар целиком. И, конечно, ставьте лайки, если вам понравилось. Друзья, добра! Мы, две осознанные мамы, Ольга и Светлана, организаторы первого в Рунете социального проекта, который популяризирует естественные роды. Мы пишем авторские статьи, отвечаем на интересующие вас вопросы, а также активно организуем вебинары, где освещается именно природный, немедицинский подход на темы благостного зачатия, естественных родов и осознанного родительства. Вы можете узнать больше о проекте «Чудо в сердце» и получить сразу бесплатный доступ к более чем 100 вебинарам, в которых эксперты-помощники из 22 стран вдохновляют и служат вам во имя «Чудо рождения в мире». Для этого нажимайте на кнопку, которую вы видите на экране. Станислав Ежелец говорил, «Ребенок рождает родителей». Мы рождаем новые роды в мире. Приглашаем подписаться на наш канал и посмотреть следующее видео на эту тему. С вдохновением, Ольга, Светлана и проект «Чудо в сердце». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова